Марк Захарович Шагал, 28 марта 1985 года, Сен-Поль-де-Ванес, Прованс, Франция, российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения, помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи Нэдиши, один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века, биография. Мувша Хацкелевич Шагал родился 24 июня 1887 года в районе Песковатика на окраине Витебска, был старшим ребенком в семье приказчика Хацкеля Мардуховича Шагала и его жены Фейгиты Менделевна Черниной, у него был один брат и пять сестер. Родители поженились в 1886 году и приходились друг к другу двоюродными братом и сестрой. Дед художника, довед Еселевич Шагал, происходил из местечка Бабиновича Могилевской губернии, а в 1883 году поселился с сыновьями в местечке Добромыслия Аршанского уезда Могилевской губернии. Так что в списках владельцев недвижимого имущества города Витебска отец художника Хацкель Мардухович Шагал записан как «добромыслианский мещанин». Мать художника происходила из Лиозна, семье Шагалов с 1890 года, принадлежал деревянный дом на Большой Покровской улице в третьей части Витебска. Значительную часть детства Марк Шагал провел также в доме своего деда по материнской линии Менделя Чернина и его жены Башвы, которые к тому времени жили в местечке Лиозна в 40 километрах от Витебска. Получил традиционное еврейское образование на дому, изучив древнееврейский язык Тору и Толмут. С 1898 по 1905 год Шагал учился в 1-й Витебском четырехклассном училище. В 1906 году учился изобразительному искусству в художественной школе Витебского живописца Юда Ля Пена. Затем переехал в Петербург. Из книги Марка Шагала «Моя жизнь, захватив 27 рублей, единственные за всю жизнь деньги, которые отец дал мне на художественное образование, я, румяный и кудрявый юнец, отправляюсь в Петербург вместе с приятелем». Решено, слезы и гордость душили меня. Когда я подбирал с пола деньги, отец швырнул их под стол, ползал и подбирал. На отцовские расспросы я, заикаясь, отвечал, что хочу поступить в школу искусств. Какую мину он скроил и что сказал, не помню точно. Вернее всего, сначала промолчал, потом по обыкновению разогрел самовар, налил себе чай и уж тогда, с набитым ртом, сказал, что же, поезжай, если хочешь, но запомни, денег у меня больше нет. Сам знаешь, это все, что я могу наскрести, высылать ничего не буду, можешь не рассчитывать. В Петербурге в течение двух сезонов Шагал занимался в рисовальной школе общества поощрения художеств, который возглавлял Н. Рерих. В от 1909 до 1911 грамм продолжает занятие УЛС Бакста в частной художественной школе Ян Званцовой. Благодаря своему витебскому приятелю Виктору Мекклеру и Тия Брахман, дочери витебского врача, также учившейся в Петербурге, Марк Шагал вошел в круг молодой интеллигенции, увлеченной искусством и поэзией. Тия Брахман была образованной современной девушкой. Несколько раз она позировала Шагалу обнажанной осенью 1909 год. Во время пребывания в Витебске Тия познакомила Марка Шагала со своей подругой Бертой Розенфельд, которая в то время училась в одном из лучших учебных заведений для девушек – школе Гирье в Москве. Эта встреча оказалась решающей в судьбе художника и с ней не всти, а с ней должен быть я. Вдруг озаряет меня, она молчит, я тоже. Она смотрит, а ее глаза я тоже, как будто мы у давным-давно знакомы, и она знает обо мне все, мое детство, мою теперешнюю жизнь, и что со мной будет, как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял, это моя жена, на бледном лице сияют глаза, большие, выпуклые, черные – это мои глаза, моя душа. Тия в миг стала мне чужой и безразличной, я вошел в новый дом, и он стал моим навсегда. Любовная тема в творчестве Шагала неизменно связана с образом Беллы, с полотен всех периодов его творчества, включая позднейший, на нас смотрят ее выпуклые черные глаза, ее черты узнаваемы в лицах почти всех изображенных им женщин. В 1911 году Шагал на полученную стипендию поехал в Париж, где продолжил учиться и познакомился с жившими во французской столице художниками и поэтами-авангардистами. Здесь он впервые начал использовать личное имя Марк. Летом 1914 года художник приехал в Витебск, чтобы встретиться с родными и повидать Беллу, но началась война и возвращение в Европу отложилось на неопределенный срок. 25 июля 1915 года состоялась свадьба Шагала с Беллой. В 1916 году у них родилась дочь Ида, впоследствии ставшая биографом и исследователем творчества своего отца. В сентябре 1915 года Шагал уехал в Петроград, поступил на службу в военно-промышленный комитет. В 1916 году Шагал вступил в Еврейское общество поощрения художеств. В 1917 году с семьей возвратился в Витебск. После революции его назначили уполномоченным комиссаром по делам искусств Витебской губернии. 28 января 1919 года Шагалом было открыто Витебское художественное училище. В 1920 году Шагал уехал в Москву, поселился в доме со львами на углу Лихова переулка и Садовой. По рекомендации А.М. Эфрос устроился работать в Московский еврейский камерный театр под руководством Алексея Грановского. Принимал участие в художественном оформлении театра. Сначала рисовал на стены и картины для аудитории вестибюля, а затем костюмы и декорации, в том числе любовь на сцене с портретом балетной пары. В 1921 году театр Грановского открылся спектаклем «Вечер Шалома Лейхима» в оформлении Шагала. В 1921 году Марк Шагал работал преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе колонии «Три интернационал» для беспризорников в Малаховке. В 1922 году вместе с семьей уехал сначала в Литву, а затем в Германию. Осенью 1923 года по приглашению амбруаза Валайра семья Шагала уехала в Париж. В 1937 году Шагал получил французское гражданство. В 1941 году руководство Музея современного искусства в Нью-Йорке пригласило Шагала переселиться из контролируемой нацистами Франции в США. И летом 1941 года семья Шагала приехала в Нью-Йорк. После окончания войны Шагала решили вернуться во Францию. Однако 2 сентября 1944 года Белла умерла от сепсиса в местной больнице. Спустя 9 месяцев художник написал две картины в память о любимой жене «Свадебные огни» и «Рядом с ней». Отношения с Вирджинией Макнил Хагард, дочерью бывшего британского консула в США, начались, когда Шагалу было 58 лет в Вирджинии, 30 секунд небольшим. У них родился сын Дэвид Макнил. В 1947 году Шагал приехал с семьей во Францию. Через три года Вирджини, забрав сына, неожиданно убежал от него с любовником. 12 июля 1952 года Шагал женился на Фаве Валентине Бродской, владелице лондонского салона «Муда» и дочери известного фабриканта и сахарозаводчика Лазаря Бродского. Но музой всю жизнь оставалась только Белла. Он до самой смерти отказывался говорить о ней как о помершей. В 1960 году Марк Шагал стал лауреатом премии «Эразма». С 1960-х годов Шагал в основном перешел на монументальные виды искусства – мозаики, витражи, шпалеры, а также увлекся скульптурой и керамикой. В начале 1960-х годов по заказу правительства Израиля Шагал создал мозаики и шпалеры для здания парламента в Иерусалиме. После этого успеха он получил множество заказов на оформление католических лютеранских храмов и синагог по всей Европе, Америке и в Израиле. В 1964 году Шагал расписал плафон Парижской грант-опера по заказу президента Франции Шарля де Голля. В 1966 году создал для метрополитена опера в Нью-Йорке два панно, а в Чикаго украсил здание Национального банка «Мозаика» и четыре времени года. В 1966 году Шагал переехал в построенный специально для него дом, служивший одновременно и мастерской, расположенный в провинции Ниццы Сен-Поль-де-Ванси. В 1973 году по приглашению Министерства культуры Советского Союза Шагал посетил Ленинград и Москву. Ему организовали выставку в Третьяковской галерее. Художник подарил Третьяковке и музею изобразительных искусств им, а из Пушкина свои работы. В 1977 году Марк Шагал был удостоен высшей награды Франции – Большого Креста Почетного Легиона, а в 1977-1978 году была устроена выставка работ художника в Лувре, приуроченная к 90-летию художника. Вопреки всем правилам в Лувре были выставлены работы еще живущего автора. Шагал скончался 28 марта 1985 года на 1998 году жизни в Сен-Поль-де-Ванси, похоронен на местном кладбище. До конца жизни в его творчестве прослеживались витебские мотивы. Существует комитет Шагала, в состав которого входят четыре его наследника. Полного каталога работ художника нет. В 1997 году первая выставка художника в Беларуси – роспись плафона Парижской оперы Гарнье. Плафон, расположенный в зрительном зале одного из зданий Парижской оперы – оперы Гарнье, был расписан Марком Шагалом в 1964 году. Заказ на роспись 77-летнему Шагалу сделал в 1963 году министр культуры Франции Андре Майро. Было много возражений против того, чтобы над французским национальным памятником работал еврей, выходец из Беларуси, а также против того, чтобы здание, имеющее историческую ценность, расписывал художник с неклассической манерой письма. Шагал работал над проектом около года. В результате было израсходовано приблизительно 200 килограммов краски, а площадь холста занимала 220 квадратных метров. Плафон был прикреплен к потолку на высоте более 21 метра. Плафон был разделен художником цветом на пять секторов – белый, синий, желтый, красный и зеленый. В росписи прослеживались основные мотивы творчества Шагала – музыканты, танцоры, влюбленные ангелы и животные. Каждый из пяти секторов содержал сюжет одной или двух классических опер, либо балета. Белый сектор – Пелеса Мелисента, Клод Дебюси, синий сектор – Борис Годунов, Модест Мусоргский, Волшебная флейта, Вольфган Комодей, Моцарт, желтый сектор – Лебединое озеро, Петр Чайковский, Жизель, Шарлядан, красный сектор – Жар Птица, Игорь Стравинский, Дафни Сыхлоя, Морис Равель, зеленый сектор – Ромео и Джульетта, Гектор Берлиос, Тристан Изольда, Рихард Вагнер. В центральном круге плафона, вокруг люстры, предстают персонажи из Кармен Биза, а также персонажи опер Людвига ван Бетховина, Джузеппа Верди и Каглюка. Также роспись плафона украшает парижские архитектурные достопримечательности. Триумфальная арка Эйфелева башня, Бурбонский дворец и опера Гарниер. Роспись плафона была торжественно представлена зрителям 23 сентября 1964 года. На открытии присутствовало более 2000 человек творчества Шагала. Основным направляющим элементом творчества марка Шагала является его национальное еврейское самоощущение, неразрывно связанное для него с призванием. «Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим художником», — сформулировал он свою позицию в одном из эссе. От своего первого учителя Юда Ля Пэна Шагал воспринял представление о национальном художнике. Национальный темперамент нашел выражение в особенностях его образного строя. Художественные приемы Шагала основаны на визуализации поговорок на идиш и воплощении образов еврейского фольклора. Шагал вносит элементы еврейской интерпретации даже в изображении христианских сюжетов, принцип которому он остался верен до конца жизни. Помимо художественного творчества, Шагал на протяжении всей жизни публиковал стихотворения, публицистические эссе и мемуаристику на идиша. Часть из них переводились на иврит, белорусский, русский, английский и французский языки. Шагал в кинематографе, Шагал в театре А.М. Шагале. Фильм «Эпоха» Марка Шагала авторского цикла Олега Лукашевича был признан лучшим документальным фильмом на АЕКС Евразийском телефоруме в Москве и удостоен диплома и медали. Google Doodle. Фильм «Шагал Малевич» режиссера Эмитты. 2014 год. Память. В 1992 году на родине Шагала в Витебске был открыт дом-музей. 28 марта 2014 года на фасаде дома в Санкт-Петербурге, где Шагал с супругой Беллой проживал с 1915 по 1918 годы. Была установлена мемориальная доска в виде палитры живописца. Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот М». Шагал. Книги и альбомы. Марк Шагал. Альбом «Вступ». СТ. ДВ. Соробьянов. М. Изобразительное искусство. 1988. 46 секунд. Обчинская Наталья. Марк Шагал. Графика. М. Советский художник. 1990. 224 секунды. 25 тысяча КЗ. ISBN 5-269-00-307. Марк Шагал. Альбом «Вступ». СТ. ДВ. Соробьянов. Устилимск. Сибирь. 1992. 46 секунд. Шагал. Возвращение мастера с вступительным словом Андрея Вознесенского. М. Советский художник. 1988. 326 секунд. Шагал. М. З. Ангел над крышами. Стихи. Проза. Статьи. Выступление. Письма. С. Ост. Афт. Придисель. Комментарь. Переулок С. И. Дешелл. Беринский. М. Современник. 1989. 224 секунды. 50 тысяча КЗ. ISBN 5-270-00-677-4. Шагал. М. З. Моя жизнь. М. Элислаг. 1994. 208 секунд. 50 тысяча КЗ. Шагал. М. З. Моя жизнь. М. Азбука. 2416 секунд. 5000 КЗ. ISBN 5-267-00-203. Марк Шагал. Здравствуй, Родина. Третьяковская галерея. Сканрус. 2005. 352 секунды. ISBN 5-932-21-072. 9. Марк Шагал. Об искусстве и культуре. Патриот. Б. Харщева. М. Текст. 29-320 секунд. 3500 ТКЗ. ISBN 978-575-16-0768-5. Александр Каменский. Марк Шагал. Художник из России. Москва. Трелисник. 2005. 304 СТР-170 ЦВ. Ил. ISBN 5-894-80-086-2. Галерея. Иллюстрация с дарственной надписью Шагала.